Чтобы еще в момент призыва узнать, в какой род войск лучше определить призывника, как сделать так, чтобы он избежал конфликтов на месте службы, много лет назад был создан комплекс психологических тестов. Тест в основном профориентационный, но также есть вопросы на нервно-психическую устойчивость, для того, чтобы предотвратить различные ЧП в частях, и также по показаниям для консультации психиатра, если это необходимо. Именно по результатам теста призывная комиссия принимает решение о зачислении будущего солдата в научную роту или в элитные рода войск. Сергей Достолев по объективным причинам служить не пойдет. Но если бы все сложилось иначе, косить от армии не стал бы. Во-первых, это уже немного, один год всего лишь отслужил, и все, ты свободен, делал, что хочешь по жизни. Ничего страшного в одном году нет. Всего из СРО в этот призыв отдавать долг Родине отправится около 50 молодых людей. По словам сотрудников военкомата, служить ребята будут и в частях Нацгвардии, и в пехоте, и в частях РВСН, и многих других. О судьбе тех, кто уже этим летом отправится к местам несения службы, родные смогут узнать, обратившись в военкомат. Первое, через неделю примерно после того, как призвали ребят, у нас появляются списки, куда, в какие части конкретно ребята попали. Эту информацию можно у нас получить. Там есть контактные телефоны, они могут созвониться с командирами части или с дежурными и узнать интересующую их информацию. По словам сотрудников военкомата, этот призыв показал, что в общем и целом здоровье будущих защитников Родины лучше, чем в прошлые годы. Процент тех, кто отправляется в ряды вооруженных сил добровольно и осознанно, становится выше. Кирилл Васенин, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.